МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Урал-1 городские новости. Меня зовут Инна Мельникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. Через год откроют движение, продолжив при этом работу. Реконструкцию Ленинградского моста закончат на 4 месяца раньше срока. Пионерские лозунги и корпуса советских времен. Детский лагерь «Восход» навеял главе региона ностальгические воспоминания. Сезон отпусков начался, а ковид не думает сдавать позиции. Когда нужно ставить прививку, чтобы ее последствия не помешали отдыху? Счастливчик Максимка. Работники Увельского лесхоза спасли от неминуемой гибели трехмесячного лисенка. Ремонт Ленинградского моста на проспекте Победы закончат раньше на 4 месяца. Такое решение приняла глава города Наталья Котова. Сейчас идет демонтаж старой конструкции, а уже через год здесь откроют движение, продолжив при этом работы. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция на улице Наркома Малышева. Все подробности у нашего корреспондента. В марте прошлого года жители микрорайона по улице Наркома Малышева записали видеообращение главе города с просьбой провести реконструкцию проезжей части. По словам челябинцев, чтобы пересечь улицу, приходилось прикладывать немало усилий. Уже в мае был разработан проект и заключен контракт с подрядчиком. Данная дорога имеет протяженность 430 метров. Она будет двухполосная, она не магистральная, то есть, грубо говоря, как районного значения. Будут две полосы, будут обустроены газоны, высажены деревья. 58 деревьев и 7 тысяч квадратных метров газона. В сентябре то, что местные жители ждали годами, станет реальностью. Точно так же, как и ремонт Ленинградского моста на проспекте Победы. Сейчас там демонтируют старую конструкцию. Одновременно ведутся работы по заливке фундамента. Новый мост будет держаться на 56 сваях. Также с этим мы завозим балки пролетного строения. То есть, как сказали ранее, у нас будет мост балочный. Будет смонтировано порядка 144 балок. Демонтаж подрядчик обещал закончить до конца июня, но на общих сроках это никак не скажется. Даже наоборот. Новый мост возведут за 23 месяца вместо 27. Такое решение приняла глава города Наталья Котова. Срок сдачи этого моста осенью 2022 года. Но движение планируем запустить в середине июля 2022 года. То есть, чтобы максимально уменьшить дискомфорт для граждан. Вместо четырех полос здесь появится шесть. Это максимально разгрузит трафик в часы пик. В дальнейшем под мостом сделают продолжение улицы Набережной, что также упростит движение. Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Вместо поезда и автобуса «Сухой Суперджет-100» южноуральцы смогут добраться до Екатеринбурга на самолете. Правда, не из Челябинска. Этот эксперимент провалился несколько лет назад. А из Магнитогорска. Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Ред Винкс». Трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. В Екатеринбург самолет отправится в районе 7 утра, а обратно в 16.55. Общее время в пути – один час. Минимальная стоимость билета – полторы тысячи рублей. Направление субсидирует правительство Челябинской и Свердловской областей. Самокаты весом более 35 килограммов уберут с тротуаров. Такое предложение озвучили в Министерстве транспорта. Поправки в правила дорожного движения ведомства обсуждают совместно с Министерством внутренних дел. Они касаются движения СИМов – средств индивидуальной мобильности. За последние два года в авариях с участием электросамокатов в России погибли 10 человек. В Челябинске с начала сезона произошло как минимум 5 ДТП с пострадавшими. Впрочем, прокатных самокатов Юрент и Уош новое правило не коснется. Первые весят 14 килограммов, вторые – 19. Не попадают в эти рамки и популярная модель для личного пользования – от Ксиаоми. Она весит в пределах 17 килограммов. Часть металлургического района после плановой опрессовки осталась без горячей воды. Тепловые сети Южной зоны не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность. Специалисты МУП ЧКТС выявили технологические нарушения. Срок опрессовки продлен. Повторные исследования пройдут до пятницы, 11 июня. Провести еще несколько дней с водонагревателями, кастрюлями и тазиками придется жителям 272 домов. Без коммунального блага также остаются 17 детсадов, столько же учебных заведений, 10 поликлиник и больниц. Асфальтобетонное покрытие, деревья и кустарники, лиственных пород. Челябинцы выбрали проект благоустройства территории вокруг Дворца спорта «Юность». Вариантов дорожек было три, а асфальт плиткой смешанный, то же самое оказалось и озеленение. Лиственные породы, хвойные или всего понемногу. За первый вариант проголосовало 2500 человек. На площадке бывшего автовокзала появятся липы, ивы, яблони, а также кизильник, боярышник и барбарис. Пока же на этом месте находится бесплатная парковка. Благоустройство площадки вокруг «Юности» запланировано на 2022 год. В этом году в Челябинской области детей готовы принять 66 загородных и 700 пришкольных лагерей. Сейчас активно идет их приемка. В одном из мест для отдыха юных южноуральцев сегодня побывал глава региона. Лагерю «Восход», расположенному на берегу озера Курочкино, более 70 лет. Изначально был палаточным, и только в 80-х годах здесь появились корпуса. В 2018 году его передали на баланс 12-й Челябинской школе. Силами педагогов в него вдохнули новую жизнь. И сейчас здесь отдыхают дети со всего Южного Урала. У нас есть такие, знаете, современные образцовые лагеря. Я специально решил приехать в такой обычный лагерь. Тем более есть планы в формате программы. Несколько лет серьезно позаниматься загородными лагерями. Мне это очень напомнило мое детство. Я в основном ездил в два лагеря. Один – это Каштаг, Красный Гвоздик назывался лагерь. А второй – на озере Елово. Два лагеря очень. Все было похоже на то, что происходит сейчас. Лозунги советских времен, достаточно скромные палаты и небольшой актовый зал. Но скучать детям не придется. У нас на балансе школы есть кони. И наши ребята имеют возможность заниматься вольтажировкой, приучать себя ухаживать за конями. То есть это очень интересно, и такой опыт они вряд ли где-то еще получат. У нас есть гончарные мастерские и муфельные печи. Мы намываем сами глину на озере Курочки. На дети на гончарных кругах делают изделия. И мы их обжигаем в муфельных печах. То есть это гончарка. А еще парикмахерское искусство, рисование, танцы, зоокружки. Как заверяют педагоги, каждая смена пройдет под эгидой активного отдыха. Плюс шестиразовое питание. Согласитесь, что место действительно живописное, очень уютное. Вот в таком березовом лесу. Ну, здания, конечно, они достаточно как бы уже основательные. Насколько смогли, мы, конечно, их приводим в порядок. Сейчас педагоги облагораживают территорию. Через неделю будут принимать первую смену. Это наш актенбиларен. Посмотрите, как... Прятались, прятались, и все-таки не спрятались. Какие предметы ведете? Я веду географию. Географию? 50 лет у меня старше в школе. Ну, в одной школе работаете? В этой школе 43 года. 43 года. Да, здесь получила звание заслуженного учителя. Рассказывает, кто вам поверит. Да, 43 года. Заслуженный педагог узнала и свою бывшую воспитанницу. Ирина Гехт проучилась в 12-й школе 7 классов. Теперь самим наставникам приходится держать экзамен. Первый заместитель губернатора возглавляет комиссию по приемке детских лагерей. В нее входят представители всех ведомств, и Росгвардия, и Министерство управления внутренних дел, это МЧС. И, соответственно, все мы выезжаем, едем, проверяем питание, уровень организации, безопасность смотрим, с детьми общаемся. Поэтому здесь это наша такая практика работы. Зачастую выявляем все-таки мы нарушения, но поэтому это дисциплинируют такие выезды. Стоит путевка в этот лагерь 15 тысяч 460 рублей. Половину суммы вернут родителям по программе кэшбэка. Всего в этом году южноуральских детей примут 66 загородных оздоровительных учреждений. Что в прошлом году, что в этом году востребованность загородных лагерей, она очень высока. Но у нас мест хватает в загородных лагерях. Вообще Черябинская область по количеству загородных лагерей, по-моему, на шестой позиции в стране. То есть у нас достаточно много лагерей. Большинство остальных регионов имеет гораздо меньше лагерей, чем мы. Также все лето будут работать 700 городских лагерей на базе школ. Но здесь программа кэшбэка не действует. Впрочем, и путевки в них весьма бюджетные. В каких-то пришкольных лагерях дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, находятся бесплатно. Путевка им ничего не стоит. Минимальная стоимость путевки в пришкольном лагере начинается примерно от 1100 рублей, в зависимости от программы лагеря. Очень серьезно относятся к защищенности детей от коронавирусной инфекции. Весь персонал, работающий в детских лагерях, проходит ПЦР-тестирование. Глава региона также обозначил и важность вакцинации всех сотрудников. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1. Сезон отпусков стартовал, а ковид пока и не думает отступать. В Министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали, когда нужно поставить прививку, чтобы ее последствия не помешали отдыху. Легкое недомогание после прививки от коронавирусной инфекции может помешать насладиться долгожданным отпуском. Специалисты рекомендуют поставить первую вакцину за месяц за планируемого отдыха, чтобы побочные эффекты, температура и раздражение в месте инъекции прошли заранее. Помимо этого, не стоит забывать и о других мерах профилактики, которые помогут провести путешествие так, как планировалось. На всякий случай вбить своим родителям в телефон номера экстренных служб, особенно медицинских. Помнить о том, что одежда у нас должна быть по сезону, помнить о питьевом режиме для детей, о закрытых окнах, о купании, о поведении на улице, о насекомых, пользоваться репеллентами. Инфекционисты отмечают, что для иммунизации сегодня доступно три вакцины – гам-ковид-вак, эпивак-корона и кови-вак. Препараты не отличаются друг от друга по эффективности, однако имеют разную совместимость с индивидуальными особенностями здоровья и аллергическими реакциями. Подобрать нужный будущему отпускнику поможет лечащий врач. Смертельное ДТП, задержание обвиняемых и контрабандных товаров, что произошло в регионе за сутки, расскажем. Ночью на трассе в Каслинском районе 23-летний водитель Ауди А6 выехал навстречу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-14 модели. В результате ДТП водитель последнего и его 37-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Их 12-летняя дочь госпитализирована. В Челябинске задержали главного энергетика ЖК Театральный, где на днях от удара током погиб 10-летний мальчик. Он схватился за торчащий из земли кабель, находящийся под напряжением. По данным следствия, мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок на территории подконтрольного ему жилого комплекса, что и привело к гибели ребенка. Вину он признал, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские нашли и задержали 26-летнего мужчину, который сбил пенсионеров в поселке Чурилово. Агрессором оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков Челябинец. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Хулигану грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. Челябинские таможенники совместно с пограничниками задержали крупную партию контрафакта из Кыргызстана. Больше 400 единиц нижнего белья с эмблемами «Адидас» и «Кальвенкляйн» и почти 9 тысяч пар носков с этими и другими известными логотипами перевозили в Екатеринбург. Правообладатели торговых марок оценили ущерб в 4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Цифровой экономики «Быть» сегодня в правительстве региона заключили соглашение о сотрудничестве с одной из крупных южноуральских IT-компаний. Как студентов будут привлекать в инновационные проекты и сможет ли подъездный домофон стать таксофоном. С подробностями Вячеслав Атутин. IT-технологии сегодня главный двигатель прогресса в большинстве сфер жизни. Потому развитие этого направления в России одно из приоритетных. И здесь Южный Урал закрепил за собой ведущее место. Активную роль в цифровизации региона играет компания «Интерсвязь». Каждый из создаваемых ей проектов экосистемы «Умный город» напрямую влияет на повышение уровня жизни, создание комфортной и безопасной среды для южноуральцев. И вот сделан еще один шаг для того, чтобы работа велась еще успешнее. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Северной области и закрытым акционерным обществом «Интерсвязь». Ключевая цель соглашения – развитие нацпроекта «Цифровая экономика». В ходе встречи глава региона Алексей Текслер и председатель совета директоров компании Леонид Вахромеев обсудили внедрение технологии «Умного города» не только в крупных городах региона, но и в малых населенных пунктах. «Интерсвязь» на протяжении нескольких лет реализует собственный социальный и инвестиционный проект по обеспечению равного доступа к своим цифровым услугам. За счет этого доступ к интернету и IP-телевидению получили более 250 тысяч частных домохозяйств и свыше 350 территорий. Мы считаем, что очень большие перспективы нас ждут в будущем. 25 лет предыдущих показало, что еще 25 лет будем сотрудничать, может быть, еще и более продуктивно. А для этого нужны кадры. Тему дефицита квалифицированных сотрудников также обсудили в ходе встречи. По мнению Леонидова Хромеева, масштабируемым опытом могла бы стать практика компании «Интерсвязь» по организации различных образовательных мероприятий для развития IT-специалистов, экскурсий, программ и курсов дополнительного обучения. Здесь мы тоже договорились о партнерстве, о взаимодействии и на уровне средних профессиональных образовательных организаций, на уровне ПТУ, и, соответственно, в рамках взаимодействия с вузами, с образовательными проектами и программами, которые реализуются в сфере высшего образования. Тоже здесь компания, которая работает на нашем челябинском рынке, она важна и интересна. Также обсудили и то, что визитная карточка региона становится регулярная конференция ITIS. В ней принимают участие сотни специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они получают возможность проявить себя, презентовать идеи и получить конструктивную критику от профессионалов. Вячеслав Ватутин, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой прямо сейчас. На улице конструктора Духова в Чурилово вырубят деревья, а дикорастущие поросли строители избавятся ради благоустройства нового сквера вокруг пруда. Существующий водоем планируют сохранить. По его периметру появится подпорная стенка, как в парке Гагарина. Заниженную часть рельефа поднимут до уровня дворовой территории дома номер 4. Но этому сейчас мешают старые растения. После вырубки на их месте обещают высадить 150 деревьев ценных пород, 200 квадратных метров кустарника и газонную траву. Почти в три раза выросла прибыль южноуральских предприятий за первый квартал 2021 года. Цифры опубликовала контрольно-счетная палата региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сальдо прибыли и убытков увеличилось почти на 78 миллиардов рублей. Совокупная прибыль предприятий выросла на 62,5 миллиарда. При этом просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 15% или 5,5 миллиардов рублей. Дебиторская сократилась на 17%, в рублях это почти 9 миллиардов. Задолженность по кредитам и займам стала меньше на миллиард. Конференция Innovation Day by Сколково стартует завтра в Челябинске. Бесплатное мероприятие организует IT-парк 74 совместно с центром «Мой бизнес». Участникам расскажут, куда пойти стартапом в Челябинске, как развивать технологическое предпринимательство в вузах и что означает работа с открытыми инновациями на предприятиях Южного Урала. Участники смогут попасть на заседание клуба резидентов Сколково и своими глазами увидеть открытую пич-сессию стартап-проектов. С начала программы в 10 утра необходима предварительная регистрация. Участников второго фестиваля уличного искусства «Граффити Раша Фест» ищут в Челябинске. На Южном Урале стартовал прием заявок на фестиваль. Кандидатам нужно разместить на своей стене в соцсетях портфолио в виде презентации в PDF, прикрепить к записи картинку лучшей работы и поставить хэштег «Граффити Раша Фест 21». Художники, которые пройдут отбор, получат материалы для работы и, кроме того, им оплатят перелет, проезд, проживание и гонорар за работу. Прием портфолио проводится до 25 июня, и имена участников станут известны 10 июля. Сам фестиваль стартует 1 августа. Счастливчик Максимка. Работники Увельского лесхоза спасли маленького лесного жителя. Это случилось, когда в питомнике подготавливали почву к летнему сезону. Невероятно симпатичного и обаятельного лисенка добрые люди в беде не бросили, забрали с собой, чтобы растить в любви и заботе. Как живется Максимке в семье, расскажем далее. Пока Макс резвится с любимым плюшевым мишкой, сотрудники лесхоза умиляются, глядя на него. Трехмесячный малыш только что пообедал и готов на подвиги. Тем более, что вокруг столько интересного, а самое главное, здесь никто не обидит. Лисенок в полной безопасности. К своему названному папе зверек очень привязался. Принес всему лесхозу радость, оживление. Как бы, не знаю. Это ягоза просто, весь лесхоз его любит, гладят. Привязался лисенок и к руководителю Увельского лесхоза Ивану Ромашенко, своему спасителю. Именно он нашел его среди молодых сосен. Впрочем, это взаимно. Сердце сурового мужчины, занимающего ответственную должность, тает, когда он держит на руках пушистого питомца. Сотрудники лесхоза предполагают, лисенок не из дикой среды, а из домашних, склонных к побегу черных лис. Возможно, и пришел в питомник из ближайшего дома, где и жил. Максим – парень с характером. Если не нравится сидеть на руках, пытается вырваться и убегает. Может слегка укусить и капризничает, если что-то делается не по его воле. Но в то же время ласковый и общительный. Любит играть, бегает по территории, знает свой кабинет. Если он устал, либо хочет убежать из кого-то, он бежит сразу в кабинет. Спаситель Максимки вспоминает. Около года в том же питомнике нашел любимицу всего лесхоза Волчицу-Зену, которой оборудовали личный вольер. Она стала живым символом лесхоза. А лисенок Максим теперь тоже символ. Символ дружбы человека и животных. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. И сотрудники лесничества с Максимом и Зеной проводят значительно больше времени, чем дома. Они для суровых мужчин – вторая семья. Инна Львошина, Валентина Яковлева, Илья Капелин, Урал-1. Официальный туристический портал «Чилл Тревел» вошел в шорт-лист престижного конкурса «Про бренд». Южный Урал презентовал свой фирменный маршрут «Челябинск». К нам прилетают даже метеориты. Специалисты ведут активную работу по развитию внутреннего туризма. Действительно ли на родине отдыхать дорого? Где искать лайфхаки? И какой вид путешествия откроют национальные нагайбакские блюда? Об этом и не только. Прямо сейчас. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Ирина Черкова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Официальный туристический портал Челябинской области «Чилл Тревел» в полную силу заработал. Все хорошо. И более того, сегодня он вошел в шорт-лист конкурса «Про бренд». Что это значит? Насколько это престижно? Для нас важно, что в принципе наш портал нам не стыдно заявить где-то. И вот эта премия «Про бренд» – это третий международный маркетинговый конкурс в сфере туризма. Проходит он по инициативе Евразийского Содружества специалистов в туриндустрии. Собственно, объединяет такой комьюнити на площадке Евразийского Союза. И действительно нам важно, что мы туда попали, потому что конкуренты там… Во-первых, их много. 429 заявок было представлено в этом конкурсе. Все 10 номинаций, и то, что мы вышли в шорт-лист и сейчас претендуем на победу, будет известно только 30 июня, кто победил, важно нам заявить о себе. И мы там на одной линии сейчас находимся с такими флагманами туризма российского. Это и Алтайский край, и Камчатка, например, и Золотое кольцо России. Поэтому нам действительно это важно и интересно. Он действительно очень удобно сделан, по крайней мере, понятно, обывателю, что где посмотреть. И как мне кажется, что прошлый год, несмотря на всю сложность, связанную с пандемией, обратил наше внимание на наш собственный край. Вот вы находите отклик туристов? Конечно, конечно. Во-первых, у нас несколько есть проектов и проекты в соцсетях. Я так понимаю, что мы о них поговорим. И по тому же порталу нам звонят, собственно, и муниципальные образования, которые просят включить какие-то объекты. И разговариваем с общественностью, которые готовы сами делать маршруты. У нас туроператоры наши активно сейчас влились в эту канву тоже. И тоже разрабатывают маршруты, которые, что важно для, в принципе, туриндустрии, которые готовы продавать эти туры. И готовы продавать не только самим южноуральцам, а работать на внешнюю аудиторию, на близлежащие регионы, на регионы России. Поэтому отклик, естественно, есть. И захотелось как раз на портале это все обозначить, чтобы у потенциального туриста возникло желание приехать в Челябинскую область. Но вы готовы развеять миф о том, что отдыхать на родине дороже, чем ехать за границу? Или нет? Или дорого все-таки у нас? По-разному. Разного рода отдых есть у нас. У нас есть и те объекты, которые, в принципе, не требуют средств. Можно с семьей или с компанией, или в одиночестве проследовать на локацию. Собственно, кроме бензина, например, на автомобиль ничего не нужно. Посмотреть, отдохнуть душой. Очень много мест для кемпингов, глэмпинговые площадки какие-то есть, которые от 700 рублей, например, если мы говорим о цивилизованном таком отдыхе за палатку. Ну, естественно, кто-то там разбивает, конечно, и бесплатно, но есть такие площадки тоже предназначены для этого. Ну, и если, естественно, уже говорить о отдыхе классом выше, то стоимость рассчитывается, соответственно, я могу сориентировать по цене, по брендовому, первому брендовому маршруту. У нас есть рекомендованная цена, и цена – это рекомендована, собственно, Российской ассоциацией туроператоров. Цена – 16 950, что сюда входит. Это 4 дня, 3 ночи с проживанием, с трехразовым питанием, с посещением локаций, со страховкой, с транспортом. То есть вот полноценный тур. Но мне кажется, что у нас внутренний туризм в Челябинской области очень активно развивается в последнее время. Вот на ваш взгляд, чего не хватает еще? Ну, помимо сервиса, наверное. Из тех задач, которые мы ставим себе, во-первых, есть направления потенциальные такие к развитию. Это и автотуризм, который хочется нам тоже развивать, потому что те исследования, которые мы делали, они предполагают потенциального туриста, очень часто который едет на машине, и, соответственно, хочется подобрать вот эти места, удобные для автотуризма, и развивать автомаршруты, чтобы можно было, соответственно, под них сделать определенные аудиогиды, на том же портале их выложить, чтобы можно было в мобильной версии включить, и по этому аудиогиду на машине ехать. Есть интересные направления, гастрономический туризм, потому что много у нас есть сейчас таких ярких точек, ярких пятнышек, назовем их так, по гастрономическому туризму. Хочется сделать и маршруты, и показать действительно все многообразие, чем мы отличаемся. Потому что очень часто спрашивают, а что же такая уральская кухня? И на первый взгляд приходят только пельмени, есть много чего интересного, там от кислицы до черемахового торта, например, и до той же кухни на гайбаков. И есть у нас фестивали гастрономические, вот хочется сделать этот маршрут. Есть предприниматели, у которых есть и сыроварни, и у которых есть, например, высокая кухня в консервной банке, которую можно взять с собой в поход. Это, во-первых, естественно, хочется нам сделать много таких обучающих модулей для разных групп общественности и для ательеров, и для экскурсоводов. С экскурсоводами и с туроператорами в принципе такая масштабная работа запланирована, потому что нужно все равно идти в ногу со временем и модернизировать, и делать их более такими мобильными, адаптировать к гаджетам, ко всему остальному. Поэтому обучение, как это возможно, сервис, показать, что есть, показать бизнесу, показать общественности муниципалитетам, что есть ресурсы, которые не требуют каких-то глобальных финансовых вложений, те же ресурсы Яндекса, Гугл, например, TripAdvisor. Ну, фронт работы у вас большой, обширный. Мы желаем, чтобы ваши желания, такая вот тавтология, совпали с вашими возможностями. Спасибо большое, Ирина. Мы будем ждать официальных итогов конкурса «Про бренд». Надеюсь, что наш портал будет в числе победителей. Мы тоже надеемся. Спасибо. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Ирина Черкова. А мне на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Одежда ведущих предоставлена салоном Манго.